Давайте помолимся, чтобы сейчас произошло нечто, которое должно произойти в жизнях некоторых из нас на этом месте, может быть, даже каждого из нас. Отец, мы просим Тебя, приведи нас в полное соответствие с желаниями Твоего сердца и Твоего Духа, Господь. Пусть сейчас через это слово все, что должно быть разоблачено и удалено, оно будет разоблачено и удалено. Пусть каждый из нас будет открыт для того, чтобы услышать, что Дух Божий говорит Господь на этом месте. Пусть это слово будет, если и болезненным, но оживительным, чтобы была Твоя такая духовная анестезия любви во всем этом. Спасибо Тебе за Твою любовь, за Твой покров, за Твою милость. Любим Тебя бесконечно, Бог наш. Помашь сейчас это слово, открой наши сердца во имя и славу Господа Иисуса Христа. Аминь. На ваших экранах, друзья, поезд, поезд нашей с вами жизни. И сейчас я метафорически хочу так нас в одну реальность с вами привести и в этой реальности, соответственно, немножечко высвободить определенные вещи. Сейчас я увижу, что все работает, да, все работает, хорошо. Итак, вот на вашем экране поезд, который едет в определенное место. И давайте мы с вами сейчас представим, так вот метафорически представим, что наша жизнь, наша земная с вами жизнь, это вот некое путешествие в подобного рода поезде. То есть мы с вами садимся в этот поезд, и мы с вами куда-то едем. Едем в какую-то конечную точку назначения. И на самом деле, кто рожден от Духа, кто сегодня на этом месте находится, прекрасно должен знать, что мы с вами едем в вечную жизнь, едем туда, где будет постоянная Божья слава, где не будет ни слез, ни боли, ни действий дьявола, где все будет хорошо и прекрасно. И вот именно в эту точку направляется этот поезд. То есть, во-первых, наше путешествие в этом поезде, оно временное. Мы едем, и поезд это не есть наш финальный пункт назначения. Это не есть, образно говоря, наша такая реальность, в которой стоит основательно обосноваться. Это просто путь, и этот путь мы с вами проходим. Мы находимся в этом поезде, и этот поезд куда-то едет. Так вот, друзья, если брать метафору с этим поездом, представьте себе, что фактически каждый из нас знает, что в определенный момент этот поезд приедет, остановится в какой-то точке, на вокзале. И этот вокзал будет называться жизнью вечной, славой Божьей. Этот поезд остановится в определенное время, и мы с вами выйдем. Выйдем из него, и мы выйдем с вами в вечное наслаждение, в вечную радость, в радость господина своего. Но, друзья, те люди, которые едут также в этом поезде, они могут поехать дальше, и они поедут в обрыв, в вечную смерть. Вот, ну смотрите, представьте, мы сели в поезд, мы знаем, что этот поезд через неделю, образно говоря, возьмем неделю, через неделю этот поезд приезжает и останавливается в этом городе. Если это земной город, вот классный земной город, давайте вот пойдем даже в земную реальность. Классный земной город, где все есть, где каждому там дадут из нас по квартире, по даче, вот все, что необходимо дадут, кучу денег дадут. Все будет хорошо там в этом городе. И те люди, которые выйдут в этом городе, они обретут все это. Те люди, которые не выйдут в этом городе, вот выходим. Остановка, все, кто знает, что надо выйти, они выходят. И поезд отправляется дальше, и он едет в обрыв. Вот буквально пару часов, и мы знаем, что этот поезд, он приедет в обрыв. Он сорвется с обрыва, и все люди, которые находятся в этом поезде, и которые не вышли в чудесном, прекрасном городе, они летят в обрыв, они летят в смерть, они летят в озеро Огненное. Так вот, чем часто занимаются христиане? Чем часто занимаются христиане? Потому что вот этот вот путь в поезде начинает казаться им, нам с вами может начать казаться реальностью, вот такой, знаете, постоянной важной реальностью. Христиане начинают заниматься своими делами, они начинают обустраиваться в своем купе, вот украшать там свое купе, как-то там красивенько все делать. Они начинают обживаться в этом поезде. И они не рассказывают людям, они не рассказывают тем людям, которые едут с ними, о настоящей реальности. О настоящей реальности, о которой они знают. О той реальности, что через неделю маршрут закончится. Что через неделю нужно выйти в прекрасном городе. А если вы не выйдете в этом прекрасном городе, вы умрете. Вы реально умрете. И если эта история может показаться, может быть, почему-то кому-то показаться жесткой, то она вообще не жесткая в отношении того, что на самом деле ждет людей по-настоящему. Потому что по-настоящему, если человек, пришедший в этот мир, пришедший в эту земную реальность, на этот земной поезд, не услышит истину и не примет ее, его ждет не просто смерть какая-то, не просто какой-то момент обрыва жизни. Его ждет вечная смерть. Его ждет вечное озеро огненное. Его ждет намного более страшная вещь, чем физическая просто смерть. А те, кто войдут, вот сойдут, знаете, на перроне, на правильном, опять же, они получают намного больше, чем любой другой, какой-то самый лучший город в этом мире. Кто-то сегодня там, например, переезжает в Объединенные Арабские Эмираты или в Соединенные Штаты Америки. Ну, в общем, туда, где так красивенько и хорошо. Хотя по-разному и везде бывает. Ну, вот там, где прям вот приятно жить, знаете. Приятно, классно. И вся вот эта физическая реальность, все, насколько бы вот здесь вот красиво не было, все равно очень-очень-очень тусклое по сравнению с тем, что нас ждет. Нас ждет с вами либо вечная радость Господина нашего, вечное счастье, вечное изобилие, небесный Иерусалим, город намного более прекрасный и страна, да, небеса намного более, ну, прообразно прекрасный, чем все, что есть на земле, либо нас ждет намного более жесткая реальность, чем самый страшный ад на этой земле. Чем самый страшный ад на этой земле. Так вот, друзья, мое слово сегодня, оно будет относиться к тому, что нам важно с вами проснуться, проснуться и понять, что мы на самом деле здесь, на земле, находимся в очень временной реальности. Очень временной. И если по-нашему она как бы затягивается, если жених замедлил, если еще что-то, ну вот нам кажется, что ну вот важно же здесь. Потому что сегодня все люди этого мира, если их послушать, какие у них цели. И вроде бы хорошие цели так звучат. Ну, надо же купить там квартиру, детям оставить что-то, вот надо, чтобы у одного ребенка была квартира, а у другого ребенка была квартира. Надо вот, чтобы что-то было, мы должны что-то вот сделать, там накопить, передать. Плохо ли это, там, передать детям наследство? Нет, это прекрасно. Но печаль в том, что люди делают вот эту цель ключевой в своей жизни. Они во временной реальности, которая пройдет, земля, и все дела на ней сгорят. Вот если, знаете, самый успешный там человек, который едет в этом поезде, выкупит себе весь вагон, и купит еще соседний вагон, вагон-ресторан себе отдельно, вот у него будет собственный вагон-ресторан в этом поезде, и у него будут все купе, и он там, ну, сделает прям шикарный себе, комфортный этот, джакузи туда поставят, в этом поезде. Ему классно будет, вот, ну, 7 дней же ехать, и такие виды, виды еще хорошие из окна. И вот он лежит в джакузи и наслаждается прекрасным видом из окна. Через несколько дней поезд приезжает в город, и этот человек, он либо выходит и входит в радость господина своего, либо он летит в пропасть. И вот эта объективная реальность, реальность по писанию каждого рожденного на земле человека, каждого, кто пришел в этот мир, это реальность, библейская реальность. И из-за того, что вот эта реальность для нас как бы менее реальна, мы занимаемся тем, что обустраиваем свои жизни в поезде. Все люди в этом мире обустраивают свою жизнь в этом временном поезде. Христиане, которые пришли к Господу, которые должны были, знаете, вот они же тоже, мы же все тоже ехали в этом поезде, мы едем в этом поезде и вдруг мы узнаем реальность. И после того, как мы узнали эту реальность, видимая реальность, окружающая нас, она не поменялась. Мы также продолжаем ехать в этом поезде, нас также продолжают окружать те люди, которые зациклены на том, чтобы в этом поезде обустроить свои купе. Так же все продолжается. Нас окружают те же самые люди, которые продолжают жить опять этой жизнью поезда временной жизнью временного поезда и поэтому так сложно по-настоящему проснуться для того чтобы жить не для этого временного поезда а жить для того самого города в который мы едем и чтобы вот все те люди которые со мной сегодня в этом поезде находятся они по максимуму по максимуму наполнили этот город потому что друзья на самом деле ну наша часть в этом есть наша прямая ответственность есть в том сколько людей они услышат евангелие сколько людей увидят славу божью а сколько людей не услышат и не увидят славу божью сколько людей просто вот знаете кто-то просто будет ехать в этом поезде а вы в соседнем купе весь такой знающий всю истину и при этом этот человек который в соседнем с вами купе он так и никогда и не услышал что есть какой-то настоящий город и он просто улетает в пропасть потому что с ним никто не соизволил поделиться а почему да потому что я в этом временном поезде устраивал свою жизнь я же с детьми еду мне надо детей своих покормить мне надо позаботиться что моим детям было комфортно в этом поезде лежать сидеть да и вообще книжечку хорошую почитаю столько же хорошей к христианской литературы а у нас еще богослужения проходят в одном вагоне куда мы правда не зовем особо никого из этого поезда ну вот нам классно мы там собираемся все в вагон богослужебный славим господа радуемся что все мы едем в правильный город и потом выходим из из этого вагона богослужения и идем ложиться в свое купе а нас не в этом поезде на каждый вагон 12 знающих всю истину и это конечно хорошее слово вообще к просто проповеди евангелия но мы говорим о пробуждении которая говорит о том чтобы проповедовать евангелие в процессе проявленной славы бога чтобы проявленная слава бога пришла чтобы проявленная слава бога пришла также точно чтобы пробуждение пришло надо также точно чтобы люди которые едут в этом поезде они начали заниматься тем чтобы рассказывать чтобы молиться чтобы настраивать других чтобы делать все что угодно делать чтобы говорить город город нас ждет этот город пробуждения этот город божьей славы и так этот поезд ждет конечно . этих конечных точки даже 2 кто-то закончит все в прекрасном божьем городе кто-то закончит все и навсегда в обрыве и 1 коринфянам 7 глава 29-31 стихи я вам сказываю братья время уже коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие и плачущие как не плачущие и радующиеся как не радующиеся и покупающие как не приобретающие и пользующиеся с миром сим как не пользуешься не пользующиеся ибо проходит образ мира всего и до апостол павел написал эти слова практически две тысячи лет назад и казалось бы ну должно же было уже все пройти и вот оно не прошло и понятно почему ладно там в первом поколении апостол павел писал это вот христос недавно ушел и сказал что еще не придется род сей как все это случится и люди вот все они истолковав слова христа что в этом поколении все произойдет им было с одной стороны легче жить жизнью отделенной от поезда временного поезда временной жизни но и им было видите не просто абсолютное большинство людей прилеплено к этой земной жизни абсолютно большинство людей прилеплено к этой временной проходящей реальности временная проходящая реальность вот что есть наша земная жизнь временная проходящая реальность и это должно быть серьезно нами осознаваемо потому что когда мы понимаем что все-таки это все временно это все закончится это все пройдет и то что я здесь делаю так сильно влияет на то что будет дальше как в моей жизни так и в жизнях тех кто меня окружает тогда я по-настоящему просыпаюсь просыпаюсь для того чтобы перестать перестать гоняться затем зачем гоняется весь этот мир перестать просто знаете есть всю эту ложь и даже зная часто мы часто даже зная что все это ложь мы до сих пор не можем отделиться от этого мира потому что ну мы же в нем находимся а мы находясь в нем соприкасаемся с с огромным количеством людей которая просто говорят нам слушай ну что там что там как у тебя в купе в твоем хорошо все а посмотри какой у меня купе классная ты знаешь я вот наконец квартиру себе взял у тебя как дела вам необходимо пользоваться благами мира не испытывая к ним никакой привязанности именно так вы и должны жить потому что этот мир скоро исчезнет это тот же самый 31 стих в переводе библейской книги лиги и rv вам необходимо пользоваться благами мира не испытывая к ним никакой привязанности никакой привязанности именно так вы и должны жить потому что этот мир скоро исчезнет этот мир скоро исчезнет и вы знаете это очень серьезно вот особенно вот можно сказать послание там к харизматам вот есть есть конфессии динаминации которая достаточно регулярно говорят о том что все скоро закончится но там говорят это в таком упадническом духе к сожалению как правило и люди они просто вот не имея откровения кто не во христе что бог их любит они просто живут в угнетении ожидая своего спасителя когда он заберет свою несчастную невесту с этой земли и это неправильная концепция по факту правильная концепция того что мы победители в духе святом что господь все сделал что мы завоеватели земли что сила есть божья в нас что благословенным и во всем что бог нас невероятно любит но вот послание к харизматам друзья которых из нас большинство хотя ну как бы не то что такая привязка к конфессии динаминации но в целом да понимаете о чем я говорю я думаю и вот это вот послание она к тому что хорошо все с процветанием все хорошо совсем все хорошо только ты опомнись друг эта жизнь очень очень временно очень 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 временно я продолжаю наблюдать почти на всех служениях церковных куда я так или иначе попадаю что вот концепция такая приходят люди в церковь причем эти люди ладно бы они там вчера позавчера покаялись и действительно ну надо им там показать больше любовь все вот это вот но люди которые годами ходят в церковь зрелые в потенциале во всяком случае должны быть зрелые верующие и вот они приходят они пишут там свои молитвенные нужды ну опять же ничего плохого в этом нет но просто вот это послание которое звучит с кафедры что друзья вот господь с вами он вас во всем благословит он вам во всем поможет да нет господь вас не благословит идти своими путями удаляясь от его воли господь вас не благословит жить своей жизнью оторванной от царствия божьего и от распространения евангелия господь может вам и дает вот какие-то вещи нам может давать какие-то вещи чтобы они нас встряхивали немножко а то жизнь такая хочу вот господь классная ты мне купе дал в этом поезде мне нравится ну ты знаешь мне бы еще сюда кондиционер и кофейку свежесваренного чтобы с утра приносили вот это мне боже организую еще а тут знаешь у меня что-то еще немножко там я под простыл вернее ну вот под просты у меня кондиционер так хорошо работает мне вот новый бы кондиционер потому что это так морозит что я под простыл исцели меня боже дай мне понаслаждаться своей купешкой в поезде который несется вечность о господь как же так что меня не исцеляешь что ты мне кондиционерного не дал где мой свежевсваренный кофе боже где еще несколько купе для моих детей где хорошая какая-то работа господь почему мне нет хорошей работы где мои деньги где мое исцеление где мои деньги где моя хорошая жизнь господь ты же меня создал чтобы меня любить так люби насыпь не все вот до избытка сполна насыпь а я буду кайфовать мне нравится в этом поезде бог не благословит время такое друзья бог да он он дает свою благодать всем отчасти он благословляет всех он продолжает благословить помо что если я дышу сегодня бог меня уже благословляет потому что если бы он меня не благословил я бы не дышал уже каждый кто дышит благословен потому что дыхание в ноздрях его только благодаря богу существует каждый у кого есть руки и ноги благословен потому что господь не допустил чтобы дьявол оторвал тебе их что он с радостью бы сделал очень легко если бы божьего покрова не было на тебе поэтому время такое не будет ничего хорошо вот не будет ничего хорошо будет очень хорошо и славно в пробуждении и очень нехорошо не в пробуждении и будет параллельно пробуждение и не пробуждение и пробуждение будет разного рода где-то будет большая слава боже то есть мы можем ходить в такой силе и славе но друзья а рядом с нами могут тела разлетаться на куски потому что жатва света и жатва тьмы жатва света и жатва тьмы поэтому пора опомниться пора опомниться и понять что в этом поезде у меня есть задача это вообще поезд просто он настолько неважный вот в плане того что она здесь вообще сейчас происходит с моей жизнью второстепенный итак нужно перестаться перестаться нужно перестать пытаться цепляться за свою жизнь и попрощаться со своими мечтами вот вот это вот ключевое послание которое сейчас хочу до нас с вами донести друзья нужно попрощаться со своей жизнью попрощаться со своими со своими мечтами попрощаться попрощаться со всеми своими прилепленности my попрощаться умереть вот реально 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 по-настоящему и не переживать об этом естественно вот первый шаг во всем любовь потому что вот это послание она просто прибивает всех тех кто не пережил божьей любви но если вы пережили божью любовь если вы знаете что бог вас очень любит это послание уровень 2 то есть ну вот уровень номер два уровень номер один ты возлюбленный божий сын возлюбленная божья дочь бог за тебя все отдал он кровь свою за тебя пролил свою собственную кровь за тебя пролил он тебя так любит что себя не щадит ради тебя он тебя любит ревностно и невероятно он на все готов для тебя ты его сокровище ты его совершенство ты его возлюбленный возлюбленная это послание уровень 1 вот если ты пережил вошел в познание в послание номер один уровня 1 и ты понимаешь что да я просто абсолютно любим абсолютно любим очень сильно любим вот за вот этим осознанием с этим переживанием приходит послание номер два а теперь сын дочь опомнись в этом мире ты не навсегда и в этом мире у тебя есть задача которая вместе со мной ты будешь делать этот мир не для того чтобы ты здесь кайфанул и пошел дальше вечность наслаждаться да ты в этом мире будешь наслаждаться да я тебя всем благословлю что тебе необходимо но я не дам тебе стать этой аморфной заразой которая просто как прилипала прилипла к наслаждением этого мира которая сосет в имя у духа вавилона нужно умереть тебе нужно умереть нужно перестать пытаться цепляться за жизнь нужно попрощаться со всеми своими мечтами что значит своими мечтами вот именно знаете такими мечтами которые выходят на первый план которая вот они побудительным мотивом являются они вот нас влекут они нас двигают вот эти вот наши мечты нашего собственного эго наших собственных желаний не мечты которые совпадают с богом потому что есть хорошие мечты не надо отрекаться от божьих мечт без мечт нельзя но мечты должны быть соответствии с сердцем и воли отца мечты должны быть с осознанием того о чем я мечтаю о чем мечтает мой бог мои мечты должны слиться с божьими мечтами моя мечта должна быть о пробуждении моя мечта должна быть о пробуждении моя мечта должна быть о спасении людей моя мечта должна быть о исцелении массы больных воскрешение мертвых моя мечта должна быть об трансформации славой божьей моего города вот моя мечта должна быть моя мечта должна быть в том чтобы я был благословением максимальным для тех людей с которыми я встречаюсь вот мои мечты которая в боге созиждены это не такие мечты что я хочу себе дом я хочу себе квартиру я хочу себе хорошую работу я хочу себе мужа я хочу себе ребенка я хочу себе еще что-то опять же заметьте я правильные вещи сейчас перечисляю неплохо их хотеть но нельзя о них мечтать больше чем о том к чему тебя призывает бог потому что все все в этом мире может быть идолом представьте себе что незамужняя девушка в этом временном поезде встретилась с неженатым парнем в этом поезде они прекрасно знают что этот поезд временная реальность но вот они влюбились им так хорошо вместе что они заперлись свое купе и всю дорогу оттуда выходить не собираются они просто будут наслаждаться друг другом всю дорогу всю дорогу они просто будут наслаждаться друг другом они там и детей зачнут а там ускоренный период родов а родят детей и вот будут своей семьей сидеть в этом купе наслаждаться друг другом и наслаждаться своими детьми ой какое непопулярное послание матфея 1624 потом всем ученикам своим сказал иисус друзья то что я говорю поймите пожалуйста это очевидная истина из священного писания если бы я вам сейчас перечислил десятки стихов ну 10 стихов как минимум ладно десятков может быть я не нашел бы но стихов 10 о том что это абсолютная истина что я сейчас говорю легко найти в священном писании очень легко найти но почему-то не всем нравится эта истина не всем нравится эта истина потому что не хочется отлепляться от этого мира потому что кайфовень ко мне есть хорошенькие штучки то здесь потом всем ученикам своим сказал иисус кто хочет идти за мною пусть отречется от себя самого возьмет свой крест и последует за мной в еврееве в еврейском новом завете этот стих звучит так если кто-либо хочет идти за мною пусть скажет нет самому себе возьмет на себя стойку казни и следует за мной потому что когда иисус говорит возьмет свой крест друзья это все понимали в то время о каком кресте идет речь все знали об этой казни все знали что тот кого ведут на смерть на этот крест он несет этот крест и поэтому это очень понятно вообще выражение было и вот в еврейском новом завете очень хорошо об этом сказано возьмет на себя стойку своей собственной казни и следует за мной в других переводах я читал многие переводы сегодня там написано как раз откажется от собственных желаний откажется от собственных желаний у меня нет собственных желаний и так если вы готовы я хотел бы чтобы мы с вами совершили этот акт возложение себя на жертвенник осознанно и принятие вот этой истины в свою жизнь я знаю что кто-то из вас давно принял эту реальность безусловно кто-то живет в этом друзья сто процентов но также точно я знаю что большинство христиан в мире христианском в церкви в любой церкви в любой общине большинство христиан не сделали этого что хуже всего многие из них и не собираются этого делать большинство будут упорствовать в том чтобы обустроиться в поезде во временном сделать комфортное жилище себе в этом поезде и это превалирующая догма их жизни господь благослови меня хорошая работа все хорошо в семье побольше денег здоровье и мне хорошо спасибо господь я так тебя люблю ты меня так благословил и так когда то вот прям знаете господь меня разбудил ночью и сказал тебе надо умереть вот все начинается со смерти и тебе надо умереть тебе прямо сейчас нужно вот решить что ты мертв ты мертв для желания этого мира ты мертв для своих собственных желаний ты мертв для самого себя вот все и друзья вот эта точка это как раз та . в которой мы входим в настоящее личное пробуждение и когда мы способны нести огонь пробуждения когда мы готовы нести все что угодно когда мне без разницы буду я жив или буду я мертв когда меня без разницы что со мной будет насколько сильно бог меня благословит или может быть вообще он меня не благословит там ну в каких-то сферах тогда меня не может зацепить враг не может зацепить враг он не может мне знаете вот вот я там в движении армии пробуждения двигаюсь и тут меня вас ну да вот приглашают куда-нибудь в соединенные штаты америки в хорошую большую церковь служителям с зарплатой в 10 тысяч долларов и все прощай мое призвание прощай мне же дают денег и приглашают в штаты прощай россия прощай пробуждения прощайте все прощайте все жизнь удалась мне дали денег и позвали туда где мне понравится если же ты умер для себя ты слышишь это и спрашиваешь господь от тебя понятно что скорее всего не от тебя не интересно а а 3 миллиона долларов в месяц хочешь господь какая мне разница сколько миллионов долларов или сколько тысяч рублей или вообще поголодаю попощусь какая мне разница я мертвый у меня нет желаний у меня нет попыток собственной реализации мне не хочется чтобы мне там кто-то похлопал кто-то похвалил итак я отрекаюсь от своей собственной жизни я умираю я умираю с этого дня нет меня в этом мире меня не существует для этого мира меня невозможно купить мне невозможно запугать потому что меня не существует я умер и теперь я жив для того чтобы творить волю божью без всяких ограничений без всяких стопов без зацепок врага я жив для бога теперь потому что я умер для этого мира я умер сам для себя поэтому я жив для бога по-настоящему я жив для пробуждения я жив для божьих целей я жив и меня не остановить и своих мечт я отрекаюсь от своих мечт я когда-то бизнесом когда занимался проходил определенные программы знаете у нас было задание написать 100 целей 100 мечт и даже я их там не так давно нашел ну и там очень хорошие вещи есть очень хороший я например хочу очень подарить своему отцу автомобиль но я верю что господь не даст эту возможность я сделаю это когда-то но в целом я бы мог это давно сделать если бы продолжал заниматься бизнесом когда я делал это у меня стояли понятные цели и вот это мои мечты увидеть там счастливого отца ну вот те мечты увидеть счастливого отца который получает от сына автомобиль хороший не жигули вот эти вот на которых он ездит и вы знаете ну это он вот это же хорошая очень вещь но если я для нее не умру если я не скажу богу господь вот это мое желание я верю что ты мне просто дашь эту возможность а так все от это меня не не двигает мной потому что если это будет мной двигать бог не может мной двигать если моя мечта меня двигает которая не связана на самом деле по-настоящему с божьим царством хотя она очень хорошая она очень человеческая человечная она ну такая классная же но если я жив для нее я не могу в полноте двигаться воли божьей в полноте воли божьей я могу двигаться только если я мертв для своих собственных желаний поэтому если вы готовы как бы согласиться сейчас с тем чтобы умереть для своей жизни для своих мечт давайте мы сделаем это в молитве так осознанно просто скажем об этом господу и двинемся дальше помолимся еще отец мы благодарим тебя благодарим тебя за твою невероятную могущественную любовь который ты возлюбил каждого из нас мы знаем что это ревностная любовь пламенная любовь мы благодарим тебя за то что есть вечность чтобы наслаждаться тобой наслаждаться царством небо наслаждаться такими невероятными вещами которые в этом мире даже не существуют и подобия им так много радости и наслаждения ты приготовил для нас и мы говорим тебя спасибо господь и боже пусть никто из нас не проживет свою жизнь цепляясь за эту временную реальность пусть никто из нас не начнет обустраиваться в этом поезде не сделает это главной задачей своей жизни обустройства на этой земле на которой ржа на которой воры и разбойники подкрадывают подкапывают и крадут да будем мы теми кто копят свое сокровище на небесах кто смотрит на горнее они на земное кто не мечтает о себе как ты сказал слове господь и сейчас мы принимаем это решение отец мы осознанно принимаем это решение и говорим тебе это сейчас от сердца своего и даже если нам больно это говорить и даже если какие-то душевные вещи сейчас кричат внутри нас боже но мы принимаем решение мы принимаем решение и просим тебя сделай его по-настоящему твердым и истинным в нашей жизни я отрекаюсь от своей жизни я отрекаюсь от своих земных прилепленностей я умираю сейчас умираю сейчас для своих желаний для своих путей я умираю сейчас и я не хочу воскресать для этого спасибо тебе мой царь спасибо тебе мой царь что с тобой намного лучше спасибо тебе мой царь что я могу доверять тебе и я знаю что делаю правильный выбор благословенный выбор в том чтобы не наслаждаться миром не наслаждаться радостями этого мира не делать это своей жизнью но я полагаю свою жизнь ради твоих целей ради твоих задач на земле живых ради того чтобы весь этот поезд по максимуму все люди в этом поезде они узнали о тебе они увидели твою славу и они не умерли вечной погибелью но они вошли в царство возлюбленного сына твоего божия мы благодарим тебя любимый мы благодарим тебя любимый за то что ты принимаешь эту жертву ты принимаешь это посвящение и о господь как сильно это радует твое сердце спасибо тебе сейчас за каждого человека кто осознанно в первый ли или не в первый раз сделал это спасибо тебе за каждого кто действительно понимает что мы здесь делаем куда мы идем и кто за этим стоит любим тебя и благословляем святое имя твое господь небо и земли наш любимый отец во имя и славу сына твоего иисуса христа аминь аминь ты нашел аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе, Иисус, оставляя все в прошлом Просираясь пьетом В Тебе вечная радость И сила Бог Никогда не постичь мне совершенной любви Как же Ты мог простить все мои Иисус грехи? Жизни всей мне не хватит, чтоб Тебе отплатить Что могу я дать, мой Господь? Отдаю тебе свое сердце Отдаю тебе свою жизнь, Бог Отдаю тебе свою жизнь, Бог На вершинах и в долине, вне досадки Вы забили в этом мире Я уверен лишь в том Моя жизнь Кристос В темной ночь В темной ночь на рассвете В горьких узах и свободе В этом мире В этом мире Я уверен лишь в том Моя жизнь Кристос На вершинах и в долине Вне досадки Вы забили в этом мире Я уверен лишь в том Я уверен лишь в том Моя жизнь Кристос В темной ночь на рассвете В горьких узах и свободе В этом мире Я уверен лишь в том Моя жизнь Кристос Отдаю Тебя свое сердце Отдаю Тебя свою жизнь, Бог Отдаю Тебя свое сердце Отдаю Тебя свою жизнь, Бог На вершина, на вершина И в долине, в небесах Вызови в этом мире Я уверен лишь, что Моя жизнь, Христос В темной ночи, на рассвете В койке куза и свободе В этом мире Я уверен лишь, что Моя жизнь, Христос Отдаю Тебя свое сердце Отдаю Тебя свою жизнь, Бог Отдаю Тебя свое сердце Отдаю Тебя свою жизнь, Бог Мы отдаем Мы отдаем Мы отдаем В Твои руки В Твои руки Все, кто есть, Бог Отдаем Тебя Отдаем В Тебя Своё сердце Своё сердце Своё сердце Отдаем В Тебя Своё сердце На вершину И вдали В недостатке В Изобили В Изобили В этом мире Я уверен лишь, что Моя жизнь, Христос В темной ночи На рассвете В горьких узах И свободе В этом мире Я уверен лишь, что Моя жизнь, Христос Отдаю Тебе Своё сердце Отдаю Тебе Свою жизнь, Бог Отдаю Тебе Своё сердце Отдаю Своё сердце Тебе Своё жизнь, Бог Своё сердце Отдаю Своё сердце Своё сердце Отдаю Своё сердце Своё сердце Уход Своё сердце Отдаю